И последний вопрос. На прошлом диктинге я спросил вас о реакции на акты вандализма, уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны. Вы попросили, сказали, пошлите материалы. Я вот послал материалы. Кстати, за это время появилась информация об уничтожении памятнику адмиралу Исаака Степана Керти. Хочется узнать, как российская сторона на это реагирует и в целом на уничтожение армянского культурного наследия. Мы, кстати, благодарны всем, кто присылает нам материалы, связанные с памятниками Второй мировой войны и теми, которые находились вне нашего поля зрения. Иногда это просто могилы красноармейцев, солдат вооруженных сил Советского Союза. Иногда речь идет именно о стеллах, мемориальных комплексах. Второе. Мы, безусловно, внимательнейшим образом изучаем все присланные материалы, те, которые вы нам направили, в которых есть даже намек на сквернение памятников Великой Отечественной войне. Это недопустимо. Я говорю сейчас об осквернении, где бы и кем бы это не совершалось. Вне зависимости от наших отношений, уровня торгово-гуманитарных, это недопустимо. В-третьих, в части процесса примирения Баку и Еревана мы призываем обе стороны бережно относиться к культурно-историческому наследию, не вести войну с памятниками. Но еще раз говорю, это в контексте наших двух стран в большей степени является единичными исключениями, только подтверждающими правила бережного отношения и Баку, и Еревана к памяти, нашей общей памяти тех лет. Нам просто нужно всем создавать необходимые условия для формирования атмосферы доверия и взаимного уважения, без чего мир на Южном Кавказе сложно будет достичь. И последний момент, еще раз, все направленные вами материалы мы, безусловно, обсудим с представителями Азербайджана в наших двусторонних контактах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова